МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А с 2012-го на базе месторождения Ситницкое реализуют новый инвестпроект. Этой сырьевой базы хватит на без малого 60 лет работы предприятия. Пандемия отразилась на работе завода. Сокрытые границы аукнулись падением экспорта. Сложностей добавляет введение России квот на поставки белорусской продукции. Александр Лукашенко потребовал взять ситуацию на контроль, нарастив отгрузки за рубеж. Немедленно премьер-министр удовлетелся этот вопрос, чтобы мы могли продвигаться. Ну и разбирайтесь с руководством завода здесь. Что ж все время спихивать проблемы наверх? Надо здесь шевелиться. 9 лет это немало для того, чтобы разобраться на предприятии и думать, что делать. Какой смысл вкладывать полмиллиарда долларов, если некуда девать эту продукцию? Это же глупость полная. Эту проблему нужно решать. Это не такая катастрофическая проблема. Где надо, надо помогать, а где надо, надо заставлять. Надеяться на то, что министр завтра возьмет и все вопросы решит, не следует. Мы же об этом говорили. Кто-то более эффективно должен работать там наверху, но руководители должны шевелиться. Президенту также показали новые технологии добычи гранитного щепня. В работе отечественная беспилотная техника. А после Александр Лукашенко пообщался с работниками предприятия «Гранит». Подробности в наших следующих выпусках. Участвовал в организации и координировании беспорядка в Минске и других городах Беларуси летом прошлого года. Протасевич полностью признал свою вину по статье Уголовного кодекса об организации и подготовке действий, нарушающих общественный порядок. Заявление он сделан накануне в программе «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ. Я был одним из тех людей, которые опубликовали призывы выйти на улицу 9-го числа. Как только мне предоставили документы, предъявили обвинения, то есть вот это все я сразу признал свою вину по 342-й части Уголовного кодекса. Это организация массовых несанкционированных акций. Но я не помню там в подробностях, но как-то так. Я действительно сразу и в полном объеме признал свою вину по этой части. И дальше просто я осознавал, что призывы, которые опубликовал я в том числе, они стали следствием того, что на улице начались по сути неконтролируемые беспорядки. И по сути три дня Минск жил в хаосе. Также Протасевич сходу назвал 13 человек, включая ряд весьма известных медийных личностей и сотрудников штаба беглых. По его словам, существует чат, в котором сообщники принимали основные решения. Где пройдет следующая акция? Какую повестку должны держать телеграм-каналы, чтобы выводить людей на улице? Один чат выполнял роль главного координационного чата уличных протестов. Ну а кто туда входил, в этот секретный чат? Ну помимо вас. Степан Путило, Ян Рудик, вот позже туда стал входить еще один представитель телеграм-каналов «Нехто». Это Тадеуш Гичан. Также туда входил Франок Вечерко, который зачастую мог просто прийти в этот, ну условно говоря, прийти, написать, и в чат сразу конкретные тезисы, по которым мы должны были работать. Антон Матолько. Данил Богданович, которого я уже ранее упоминал. Ранее там также присутствовали такие персонажи, как Шрайбман, Пальчис. Неизвестные люди достаточно. Да, Шрайбман, Пальчис, Юшкевич. Также там состоял, насколько я помню, еще Анастасия Рогатко, которая также имеет отношение к деятельности штаба Светланы Тихановской. Потом Виктория Пальчис, жена Эдуарда Пальчиса. Ну это вот сходу те люди, которых я могу... А, Дмитрий Навоша также входил, в принципе, такой достаточно известный медийный человек. Да, Евгений Малаховский, который работал в основном с дворовыми чатами и дворовыми инициативами. Там в основном мы принимали все основные решения о том, где пройдет следующая акция, какую мы должны держать информационную повестку, в ближайшее время там обсуждали все актуальные события, все происшествия, все. То есть, по сути, вот один чат, он выполнял роль вот главного координационного чата по сути всей информационной войны и уличных протестов. Как отметил Протасевич, координаторы улиц требовали от авторов экстремистских телеграм-каналов держать повестку и развивать затухающее протестное движение. Без улицы не будет санкций. Главная задача – разрушение экономики и, как следствие, голодные бунты. Интервью вызвало большой интерес у экспертного общества и занимает первое место в трендах Ютьюба. Откровение Протасевича подтвердило множество догадок. Например, что за разжиганием протеста в Беларуси стоят не обычные люди, а спецслужбы соседних государств. И что правительства Польши и Литвы превратились в стервятников, которые готовы разорвать нашу родину. Таким мнением в ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио» поделился научный сотрудник Института философии Нан Беларуси, политолог Алексей Дермонт. За экстремистскими телеграм-каналами, начиная от тех, кто организовал протесты, и заканчивая теми, кто публиковал личные данные силовиков, чиновников, журналистов, всех тех, кто поддерживал законность и порядок в нашей стране, стоят не простые мальчики с светлыми, тёмными, неважно какими лицами, а вполне ясная инфраструктура из спецслужб соседних государств. А может быть, и не только соседних. И мы видим, насколько превратились правительства этих государств, назовём их прямо Польши и Литвы, в стервятников, которые готовы были разорвать тело нашей Родины ради своих амбиций, исторических фантомов и ненависти к нашему государству, которое у них вызывает просто оторопи раздражение. За такими операциями, за такими ресурсами обычно стоят действительно серьёзные люди с чёткими планами. Протасевич рассказал, что да, они были пешками, как он сказал, солдатами информационной войны, его даже там не пускали на порог каких-то серьёзных кабинетов. И на самом деле за очень смешные деньги он о чём занимался. То есть, зная вообще немножко эту сферу, бюджету, сферу, то есть это просто копейки, за которые он купился и сломал себе жизнь. На военном заводе в Сербии гремят взрывы. На складе под Белградом сдетонировали боеприпасы. К тушению пожара приступить пока не могут, так как взрывная канонада продолжается и видна из всех близлежащих городов. К счастью, людей успели эвакуировать, однако от осколков пострадал скот. Повреждены автомобили, а в близлежащих домах взрывной волной выбило стёкла. Над заводом и городом дым и пыль чёрного цвета. Тысячи людей вышли на протест против насилия в Буэнос-Айресе. Митингующие требуют усилить правовую защиту женщин на фоне роста убийств и сексуального насилия по всей стране. Только по официальной статистике с начала года были убиты более 120 женщин. Однако люди на улицах уверены, в реальности эта цифра гораздо больше. Необычные кадры приходят из России. В Сочи на Красной Поляне выпал снег. Высота снежного покрова достигла 5 сантиметров. Удивительное явление зафиксировано на высоте 2300 метров. При этом, по прогнозам синоптиков, днём температура воздуха здесь составит около 16 градусов тепла. Такой летний отпуск отдыхающие точно запомнят надолго. А вот в Беларуси летний дождь и солнце. Погода в стране постепенно приходит в климатическую норму, но без осадков не обойдётся. Выходные дождливые, до 25 тепла. В воскресенье прогремят грозы. Обширный антициклон, определявший погоду в первые дни июня, придирал летнее тепло. С северо-восточными ветрами на территорию нашей республики поступала прохладная воздушная масса, в результате чего температура воздуха никак не могла дотянуть до нормы. В воскресенье погоду в основном будет определять область пониженного атмосферного давления. Но по юго-востоку ещё будет сказываться влияние неустойчивой воздушной массы. Ожидается преимущественно без осадков. Лишь по юго-востоку пройдут небольшие кратковременные дожди. Днём прогремят грозы. Начало следующей недели нас также встретит тёплой, но неустойчивой погодой. В понедельник до плюс 26. Завтра по традиции на связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Минском обл. исполкоме на вопросы граждан ответит заместитель председателя Денис Курленко. В столичной мэрии заместитель председателя Артём Цуран. Больше информации у моих коллег в 15 часов. Я на этом с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова